Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня рынок радует глаза приятным зеленым цветом. Биткоин показал неплохое движение, на пике достигал почти 10,5 тысяч долларов за монету. Сейчас 10400. Поэтому неудивительно, что по отношению к биткоину почти вся альта показывает удручающее изменение цены. Ну кроме Джекса, вот он нормально сегодня выдал, просто вау. Также по отношению к биткоину подрос и RedCoin, XMAX и WestSystems. Тем не менее, все равно остается очевидным, что лучше бы вы держали свои деньги в биткоине, а не в альте на данный момент. Это паттерн, который мы обсуждали вчера. Теоретическая фигура, которая указывает на то, что цена будет прорываться вверх. В учебниках пишут, что шанс этого равняется 68%. Похоже, что на этот раз это сработало, потому что пробитие верхней границы клина произошло, и следующая свеча закрепилась уже над ней. Это означает сигнал на покупку. Хотя мы еще не достигли нашей цели, о которой говорили в прошлом видео, я все еще имею некие ожидания. Но скорее всего, это движение будет сопровождаться откатами и боковиками, это же биткоин. Зато здесь мы видим реально сильный уровень сопротивления, который я указал веерами стрелочек. Где же будет поддержка? Как я говорил в прошлом видео, верхняя линия клина после пробития становится поддержкой, которой потенциально могут возвращаться откаты. Поэтому вполне может быть проторговля в этом диапазоне с постепенным штурмом первоначальной цели сверху. В общем, будем ждать, когда приблизится момент выхода из этого большого треугольника, и обязательно проанализируем ситуацию ближе к делу. А теперь к теме видео. Биткоин находится в начале параболического цикла. Я уже упоминал это вчера, но сегодня решил сделать более углубленный анализ в эту тему. Если что, этот твит написал Питер Брандт у себя в твиттере. Известный трейдер. На линейном графике мы видим, что даже после всех этих прыжков и отскоков, цена все равно остается намного выше, чем в начале года. Однако для лучшего понимания картины, особенно на долгосрочной перспективе, лучше использовать логарифмические графики, так как все паттерны видны намного лучше. Ведь логарифмический масштаб отображает прошлое и настоящее эквивалентно. В то время как линейный масштаб отображает только настоящее. Например, на линейном графике изменение от 1 до 2 будет отображаться как изменение от 4 до 5. А на логарифмическом изменение от 1 до 2 будет отображено точно так же, как изменение от 4 до 8. Шкалу масштабируемости линейного и логарифмического графиков вы видите у себя на экране. Как мы видим, перемещение слева направо увеличивается на 1 единицу на линейной шкале и умножается на 10 на логарифмической. Именно поэтому на логарифмическом графике намного лучше видны все этапы биткоина, все периоды сокращения его предложения и все произошедшие халвинги. Все эти паттерны очевидны, и это как раз то, ради чего я вообще сел делать это видео. Опять куча анализа и математики, и все ради того, чтобы понять, что будет во время следующего цикла. Я нашел логарифмический график биткоина с уже расписанными пиками и низами для всех периодов биткоина, включая и процентные изменения цены. Итак, первый бычий взрыв привел биткоин к 32 долларам за монету, после чего произошло падение до 2. Это означает потерю 93% стоимости. В день первого халвинга за биткоин давали 12 долларов. Следующий бычий рынок закончился достижением 1163 долларов за монету. После чего наблюдалось падение до 152 баксов, что составило минус 85% от пика. Итак, от пика первого бычьего забега в 32 доллара до пика второго бычьего забега в 1163 доллара биткоин дал 36 иксов. В то время как от отметки в 2 доллара, что являлось дном первого бычьего рынка, до пика второго бычьего рынка биткоин дал 524 икса. Подумайте, как классно было бы купить это дно, не так ли? От 1 первого бычьего рынка до 1 второго биткоин дал 68 иксов. Именно такими цифрами хвастается первый четырехлетний цикл биткоина. И на тот момент никто не ожидал, что лопнувший пузырь биткоина сможет повториться опять. Но он повторился почти так же, как и в прошлый раз. В день второго халвинга цена биткоина составляла 658 долларов. Это значит, что биткоин дал 55 иксов с дня первого халвинга, когда он стоил 12 долларов. После этого биткоин вырос почти до 20 тысяч долларов, а значит от пика предыдущего бычьего рынка он дал 17 иксов. Но от минимума предыдущего медвежьего рынка в 152 доллара биткоин дал 130 иксов. Далее произошел массивный откат, который помнят даже новички. Биткоин упал до 3212 долларов, а это означало минус 84% от пика. От предыдущего дна в 152 доллара до 3212 долларов биткоин показал результат 21 икс. Таким был второй четырехлетний цикл биткоина. И теперь имея под рукой статистику двух циклов, мы можем сделать выводы из этой математики. Первое. Множитель от старого исторического пика до нового уменьшается. Он уменьшился с 36 до 17 иксов. Второе. Множитель от старого дна до нового также уменьшается. Он уменьшился с 68 до 21 икса. Третье. Множитель от халвинга до халвинга тоже уменьшается. Он уменьшился с 55 до 18 иксов. Четвертое. Процентные массивные коррекции после достижения биткоином исторических пиков тоже уменьшаются. Первая массивная коррекция минус 93%. Вторая массивная коррекция минус 85%. И третья массивная коррекция, совсем недавняя, минус 84%. Теперь, зная все эти цифры, мы можем нарисовать математическую модель поведения биткоина, учитывая все изученные паттерны и множители. Следующий бычий забег биткоина принесет 8 иксов от его предыдущего исторического пика, что в долларах около 160 тысяч. От 1 в 3212 долларов до нового исторического пика в 160 тысяч долларов биткоин покажет результат в 50 иксов. Учитывая эти соображения, от дня второго халвинга, когда биткоин стоил 658 долларов, до дня третьего халвинга, который произойдет в мае 2020, биткоин даст 18 иксов. Это значит, что в день третьего халвинга цена биткоина будет составлять всего 11 844 доллара. Не слишком-то далеко от теперешнего курса. Далее, после достижения нового исторического пика, цена упадет на 81% до 30 тысяч долларов. Это около 10 иксов от дна предыдущего медвежьего рынка. Итак, мы должны понимать, что эта математика основана на тайминге, истории и множителях. Но также мы должны понимать, что на цену биткоина влияет огромное количество факторов. И поэтому конкретные цифры и даты могут отличаться. Причем значительно отличаться. Но как вы знаете, я тот самый сектант, который верует в то, что как минимум еще один похожий хайповый цикл биткоин повторит. Похожие мои предки также фанатели от тюльпаномании или бумов доткомов. И те пузыри окончательно и очень быстро лопнули. Интернет родил множество представителей техно-бизнеса, и их ценность была раздута без видимых причин. Неудивительно, что это привело к эпическому краху в таких же эпических пропорциях. Просто посмотрите, насколько огромным был пузырь доткомов по сравнению с криптовалютой. 6,7 триллиона долларов против 266 миллиардов долларов у крипты. Мультипузыри, возникающие на крипторынке, вовсе не являются тем, что должно быть частью того, что известно как хайп-цикл массовых рынков, состоящий из следующих этапов. Появление инновации, пик чрезмерных ожиданий, избавление от иллюзий, преодоление недостатков и наступление зрелости технологии. То есть тогда, когда люди воспринимают технологию как данность. Ведь блокчейн не должен быть связан только с технологическим бизнесом. Блокчейн делает революцию во всех существующих бизнесах, во всех сферах жизни. Черт возьми, да все, что представлено на фондовых рынках, может быть на блокчейне. И поэтому осознайте тот факт, что биткоины близко не подошел к своему настоящему пузырю. И про людей, которые участвовали в этой движухе, будут писать в учебниках истории спустя 100 лет. Люди, которые являются участниками криптореволюции, становятся умнее. Сообщество превращается из эмоционального в понимающие и знающие. А возникающие периодически пузыри помогают оставаться на рынке реальным игрокам и избавляться от всяких проектов, которые просто хотят выманить у нас денег. Так называемых щиткоинов. Точно так же, как и в доткомовском пузыре, все пампились и так же сильно падали во время существования этого пузыря. Но реальные игроки, которые двигали технологию, выжили и сейчас являются самыми крупными по капитализации компаниями в мире. А значит рынки доткомов рухнули, но технология выжила. Так же и блокчейн. Блокчейн здесь не для того, чтобы уйти. Он здесь для того, чтобы остаться и изменить наши жизни. Это видео обязательно нужно закончить одной историей, которая очень вдохновляет, мотивирует и заставляет тебя не опускать руки и идти к цели, несмотря ни на что. Не в хайпе дело. Почему цена биткоина в 10 тысяч долларов не отображает его реальную стоимость? Автор этой статьи анализировал хайп циклы биткоина и аргументировал, почему цена биткоина вырастет еще больше в будущем. Заметьте, что на момент написания этой статьи биткоин достиг 10 тысяч долларов впервые за всю свою историю. И никакими 20 тысячами долларов тогда даже не пахло. И мало кто мог поверить, что 20 тысяч будут достигнуты уже на протяжении следующих месяцев. Автор пишет. Я помню, как в детстве зачитывался книга рекордов Гиннеса. Больше всего мне нравилось изучать список самых богатых людей в мире. С конца 80-х до начала 90-х первое место в списке неизменно занимал Султан Брунея со своим золотым троном. Двумя сотнями Феррари и позолоченным Роллс-Ройсом. Затем, с конца 90-х по началу 2000-х список внезапно возглавил Билл Гейтс в компании других фриков. Откуда они все, черт возьми, появились? Как умудрились гики в кедах, писавшие в гаражах программные коды, стать богаче Султана с его креслами из чистого золота? Почему это случилось? Это случилось, потому что глобальная сеть интернет, позволяющая людям хранить и передавать информацию, представляет гораздо большую ценность, нежели блестящие камушки из золота и ископаемые горючие нефти с под земли. То же самое начинает происходить и в мире криптовалюты. Гики, которые годами добровольно и бескорыстно трудились, не покладая рук, пытаясь разработать и распространить сеть биткоина, наконец получили отдачу от программного обеспечения, в создание которого они внесли свою лепту. Трейдеры, которые поверили в эти проекты и вложили в них достаточно скромные средства, сейчас наблюдают, как стоимость их криптовалютных инвестиций увеличилась в тысячи раз. Первопроходимцы прокладывают путь для нового поколения финансовых приложений, которые приведут в интернет-экономику 2.0 миллиарды новых пользователей. Среди этих пионеров есть те, кто уже приближается к статусу миллиардера, и число таких людей будет только расти. Ребята, я убежден, что на протяжении следующих 10 лет самыми богатыми людьми мира станут пионеры всех сфер, куда протянет свою руку блокчейн. Однажды у одного из ключевых разработчиков биткоина спросили, кто платит вам за участие в разработке сети биткоина. Зачем вы этим занимаетесь? Он ответил, мне платит биткоин, и я отплачиваю тем, что вкладываю в него свое время и силы. Я, конечно, не разработчик биткоина, но тоже вкладываю свое время и силы в то, чтобы популяризировать криптовалюту. А меня зовут Богатейщий Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»